Что это саенция и как и почему она работает? Мастурбации все еще предмет дебатов. К моменту распространения в англоязычных странах, то есть к 19 веку, обрезание использовалось для того, чтобы снизить удовольствие от секса и помешать мастурбации, якобы вызывающие различные физические и психические болезни. О медицинских плюсах обрезания задумались только в конце 60-х годов 20 века. Тогда ученые выступили против, сказав, что однозначной медицинской пользы нет. А вот риск кровопотери, инфекций или смерти высок. Из-за этого в США процент тех, кто выбирал обрезание для себя или сыновей, снизился с 64,5% в 1979 году до 58,3% в 2010. По оценкам, во всем мире обрезанных мужчин около 33%. Однако более поздние исследования показали, что обрезание может уменьшить вероятность развития рака полового члена и инфекций вроде сифилиса, гонореи и герпеса. Рисквич также снижается на 60%. Уганские ученые провели исследования на гетеропарах с ВИЧ-позитивными женщинами. За 30 месяцев вирус не передался ни одному из обрезанных мужчин, в отличие от необрезанных, где заболели 40 из 137. Результаты показательны для тропической Африки, но могут быть не так актуальны для развитых стран или гей-пар, где требуется больше исследований. У женщин, чей партнер обрезан, снижается вероятность заражения ВПЧ и соответственно риск развития рака матки. Так как же обрезание защищает от половых инфекций? Исследование доктора Прайса и его коллег в университете Северной Аризоны показало, что через год после обрезания у взрослого мужчины число бактерий в области пениса падает на 81%. Прайс пояснил, что большое количество бактерий может помешать специальным клеткам кожи, клеткам Ларгенганса, стимулировать иммунную систему, что повышает риск заражения. Однако тщательная гигиена может это компенсировать. Плюсы обрезания не так очевидны, когда речь заходит об удовольствии от секса. Ученые отмечают снижение чувствительности пениса при удалении крайней плоти. Она пронизана специальными нервами, реагирующими на легкое касание. Так же, как кончики пальцев и губ. Самая чувствительная часть пениса в области перехода между внешней и внутренней стороной крайней плоти, то есть место, которое обнажается при половой активности. Согласно исследованиям, даже самая чувствительная зона обрезанного члена не так чувствительна, как крайняя плоть. Однако, благодаря этому, обрезание может помочь мужчинам продлить половой акт. Исследование, проведенное на 47 мужчинах с проблемой преждевременной эякуляции, показало, что после операции время до 7 извержений увеличилось практически в 10 раз, что повысило удовлетворенность всех участников процесса. Если говорить о внешнем виде обрезанных и необрезанных пенисов, то тут предпочтение обычно зависит от личного опыта и предубеждений. Педиатрическая ассоциация Канады не считает обязательное обрезание необходимым из-за низкого риска инфекций. Но в странах, где свирепствует ИППП, плюсы такой операции могут перевесить минусы. Подытожим, если вы житель развитой страны и соблюдаете правила гигиены, то неважно, есть у вас крайняя плоть или нет. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.